Мы сейчас находимся в кабинете в Рио губернатора Тульской области Дмитрия Вячеславовича Миляева. Дмитрий Вячеславович согласился ответить на вопросы федерального бизнес-журнала. Дмитрий Вячеславович, день добрый. Добрый день. Дмитрий Вячеславович, вот вы приступили к исполнению обязанностей губернатора в достаточно экстремальных внешних условиях и достаточно неожиданно. Алексея Геннадьевича там с первого года отправляли на повышение, но ушел он неожиданно. Вот для вас вот это назначение было неожиданностью? Давайте так немножко биографиями посмотрим. Я в правительстве Тульской области работаю с 2011 года, причем на самых разных позициях работал, начиная с заместителя министра сельского хозяйства и дальше поступательный министр сельского хозяйства с приходом Алексея Геннадьевича, заместитель председателя правительства, потом три года главой администрации города Тулы, затем в качестве первого заместителя губернатора Тульской области. Поэтому с точки зрения, наверное, того пути, который мною был пройден, логика в моем назначении есть. Хорошо, логика точно есть, а вы сами к этому шли? Двигался вот той дорогой, которая мною была описана сейчас, шел вперед, делал свою работу, как мне казалось, максимально добросовестно, за что, наверное, был оценен губернатором региона. Скажите, а что вот сказал Алексей Геннадьевич, когда вот уже вас назначили в Рио губернатором? Наверняка же был разговор. Ну, если совсем коротко, Дима, держи регион. Емко, понятно, зная Алексея Геннадьевича, вот с его точки зрения, мне кажется, он вложил в эту фразу все. В нынешних ситуациях вот уже несколько месяцев держите регион тяжело? Ну, работы, скажем так, стало больше, работать приходится быстрее, ну и, конечно, это новый уровень ответственности. Но в целом, как мне кажется, ситуация на текущий момент времени в регионе у нас достаточно стабильная. Если мы начнем переходить к экономическим вопросам, вот, на мой взгляд, самое важное за последние 8 лет, что произошло в экономике региона, кроме там инвесторов, заводов и так далее, это отношение бизнеса не только местного, но и федерального к региону. То есть, если раньше мы катастрофически проигрывали соседям в Калужской области, то сейчас выигрываем, да, то есть в регион бизнес верит, бизнес сюда приходит. Вы понимаете, как это дальше сохранить? Я бы сказал так, вот, то, что накоплено за эти 8 лет, в первую очередь, действительно, как вы говорите, нужно сохранить. Понимание, конечно, есть. За этот период времени, я думаю, что мы создали не только качественную бизнес-среду, удобную для бизнеса, понятную, но и в целом, на самом деле, среду для жизни и работы в регионе, да. Если взять там чиновные какие-то показатели, да, то у нас там положительные индексы производства в сфере АПК, в сфере промышленности. Если взять рейтинг инвестиционный, мы снова там занимаем хорошие позиции. Если взять индекс качества городской среды, он у нас тоже растет, да, и сегодня выше, соответственно, чем, допустим, общероссийский показатель. Если взять наши вузы, то мы тоже работаем над тем, чтобы они совершенствовались, улучшался их статус, чтобы студенты туда стремились, плюс развитие культуры, туризма и так дальше. Мне кажется, вот эта многофакторная история, она в целом сегодня создала некую позитивную такую ауру вокруг Тульской области. Ну и вот на сегодняшний момент времени нужно это сохранять и двигаться, соответственно, дальше. Понимание, как это делать, есть. Условия есть, и система есть, работы, но все равно человеческий фактор всегда это крайне важно. Вот в предыдущей структуре администрации, которая и сейчас действует, да, экономику курировал там первый зам, по сути. И это скорее подчеркивало важность этого направления, да, то есть вот, ну, и всеми так воспринималось. Ну, вопрос, как у вас будет после того, как вы станете губернатором Тульской области, как вы в себе это видите? И с точки зрения персонали есть уже представление? Я понимаю, рано, наверное, рассказывать. Сто процентов секретов раскрыть, наверное, невозможно. Мы сейчас в стадии формирования, я думаю, прекрасно понимаете, что мы в том переходном периоде, в котором находимся. Тем более еще у нас положение-то оно такое достаточно интересное, да, ушел губернатор на другую работу. Ушел первый заместитель губернатора, который как раз курировал вопросы экономики и сегодня исполняет обязанности губернатора Самарской области. Поэтому есть определенные нюансы. И часть людей с ними ушли. Началась, да, кадровая подвижка. Вот, поэтому этот период времени, конечно, пережить нужно. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что касается вопросов экономики, касается вопросов промышленности, сельского хозяйства, они, безусловно, все равно будут в зоне особого внимания. Основная задача, она сегодня заключается в том, чтобы продолжать двигаться вперед, чтобы те инвестиционные проекты, которые на сегодняшний момент времени находятся в той или иной степени стадии реализации, они все были доведены до конца, безусловно. Ну и дальше эту работу, соответственно, продолжать. А точек приложения усилий их, опять же, много. Мы говорим о том, что у нас новым вектором, относительно новым стал внутренний туризм, да, и мы его сегодня развиваем, движемся в этом направлении. У нас в сфере музейного дела начаты достаточно серьезные проекты с федеральными музеями, мы эту работу, естественно, продолжим. Ну и, безусловно, экономика. Здесь мы заинтересованы в том, чтобы работу эту продолжать, тем более, вы прекрасно знаете, сами были на форуме в Питере, да, у нас большое количество соглашений подписано на серьезную сумму, поэтому мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы эти проекты тоже все были реализованы. Ну и будем двигаться дальше. В конечном счете, это же влияет и на доходную часть бюджета, значит, на исполнение всех наших социальных обязательств, с одной стороны, с другой стороны, обеспечивает людям достойный уровень заработной платы, ну и, в общем, делает в целом жизнь комфортной. За последние годы, действительно, Тульская область была в лидерах, и этот питерский форум показал, что мы не снижаем темпы. Вопрос такой, но ситуация внешняя-то сильно поменялась, да и внутренняя, ну, то есть, с точки зрения экономического спроса, конъюнктуры, у нас есть проблемные предприятия в регионе, вот, ну, у кого сложности с выполнением? Если говорить базово, то, понятное дело, у нас несколько таких основ на сегодняшний день, это оборонно-промышленный комплекс, химия, металлургия и вот автомобилестроение, да, которое вот наращивает объемы производства на сегодняшний момент времени. Если говорить в сухих цифрах, то 2023 год мы закончили достаточно хорошо, да, у нас высокий индекс промышленного производства, по темпам мы там, по-моему, промышленного производства вторые в ЦФО, седьмые там в Российской Федерации, то есть, те значения, которых мы по итогам 2023 года достигли, они достаточно показательны. Если брать истекший период 2024 года, то динамика эта фактически, она сохраняется на сегодняшний момент времени. По 2023 году у нас объемы производства значительно выросли, конечно же, в оборонно-промышленном комплексе, поскольку здесь мы заточены на выполнение гособоронзаказа. Сейчас этот рост, он продолжается, недаром в свое время еще Алексей Геннадьевич, исполняя обязанности руководителя региона, создал штаб по обеспечению кадрами оборонно-промышленных предприятий, поскольку те задачи, которые верховным командованием страны были поставлены, они требовали дополнительных людских ресурсов. Если взять автомобилестроение, мы тоже видим, что на текущий момент времени компания достаточно активно развивается, фактически рост очень значительный. Он был в 2023 году, ожидаем его и в 2024 году. Причем, что примечательно, это не просто наращивание объемов выпуска, это дальнейшая консолидация работы именно здесь в регионе с одной стороны, и с другой стороны это и появление новых марок, новых автомобилей и так дальше, которые будут выходить, пополняется линейка. Ну, видно, можно на улицу выйти и увидеть, что хавалов очень много. И у нас, и в Москве. Совершенно верно, да. Спрос растет, ценовая политика в целом достаточно сдержанная на сегодняшний день, поэтому с этой точки зрения история в целом развивается достаточно позитивно. Если брать металлургию и химию, конечно, здесь посложнее. Здесь во многом приходится переориентироваться на другие рынки, потому как та продукция, которую наши предприятия выпускают, она традиционно во многом уходила на экспорт. Смена партнеров, даже не только партнеров, а вектора экспорта. Сегодня мы уходим больше в азиатские рынки, сегодня приходится находить новых партнеров, заключать новые контракты с ними. Это все равно требует какого-то времени, это некий такой процесс, вопрос установления доверительных отношений и все прочее. Плюс, конечно, есть нюансы, которые связаны сегодня со взаимными платежами. Сегодня есть определенные нюансы, связанные с ритмичностью отгрузок железнодорожным транспортом. Но, тем не менее, в целом я хочу сказать о том, что какого-то критичного провала в отраслях химии или металлургии его не произошло. Если мы возьмем период текущего года, то мы увидим, что объемы отгрузок где-то процентов на 10, почти на 10. Они увеличились и по химической промышленности, и по металлургии. То есть те трудности, которые сегодня есть, они все-таки преодолеваются как совместными усилиями, так и усилиями. То есть мы вырастем по этим отраслям по сравнению с 2023 годом? По сравнению с 2023 годом, да, с точки зрения объемов отгруженной продукции. Поэтому здесь, конечно, во многом нужно отдать должное и владельцам бизнеса, и тем управляющим, которые сегодня работают на предприятиях. Потому что как совместно с нами, так и напрямую они тоже работают с федеральными органами. Исполнительные власти решают те трудные задачи, которые сегодня стоят. Но в какой-то степени мы сегодня все живем в период некоего преодоления трудностей. И пока наш руководитель, наш бизнес с этим справляется. Мы на выходных буквально были там на химическом предприятии в Новомосковске, и там новое производство открыто. Совершенно верно. То есть они не останавливаются? Совершенно верно. Не останавливается и проект, который в Щекинском районе у нас реализуется. Он фактически на сегодняшний день на выходе, достаточно дорогой по производству аммиака, карбамида. То есть, в принципе, компании, чем отличаются в Туле на сегодняшний момент времени, это то, что работа по реализации проектов, она продолжается. Это с одной стороны. С другой стороны, возвращаясь к питерскому форуму, о котором мы с вами начали разговаривать, если мы возьмем те соглашения, которые есть, обратите внимание, они разновекторные. То есть они в разных направлениях экономики. Не только в наших базовых отраслях, но и в других. Если мы опять же вернемся к базам химии, например, проект развития малотоннажной химии, то, что сегодня необходимо стране. То есть это те самые проекты, которые будут востребованы и внутри страны. Там производство лимонной кислоты, еще что-то и так далее и тому подобное. То есть эти проекты, которые будут ориентированы как на внешние, так и на внутренние рынки в том числе. И продукции, которые будут выпускать компании, они будут востребованы и внутри страны в том числе. С одной стороны, оборонке же ведь еще нужны кадры, а с другой стороны, малый и средний бизнес ощущает тоже нехватку кадров. Вот прям тяжело нам. Ну, я здесь скажу так, что, наверное, тяжело на сегодняшний момент времени, честно говоря, всем. Я такую, может быть, немножко крамольную мысль скажу, но мне кажется, что кадры можно подготовить любые. Вопрос в людях. То есть нам порой просто не хватает людей. И количество людей, которых трудоустроили в оборонно-промышленные предприятия, наверное, подобралось к двум десяткам тысяч уже на сегодняшний момент времени, с учетом тех задач, которые перед оборонкой стоят. В том числе, конечно же, есть и отток все равно оттуда людей, переток. Конкуренция в химической отрасли, конкуренция в металлургии. Строителям не хватает людей, крестьянам не хватает людей, в сфере услуг, в сфере малого предпринимательства. Это, на самом деле, такой очень сложный вопрос. Поэтому, так вот мы говорим иногда про врачей, про учителей, что не хватает врачей, не хватает учителей. Их, в принципе, не хватает. В принципе, не хватает врачей, не только в Тульской области, их, в принципе, не хватает. Поэтому сегодня, конечно, все мы в какой-то степени, мы, я имею в виду регионы, боремся за человека, который либо родился и вырос, чтобы он остался, либо за тех людей, которые к нам приедут жить. Почему я начал свой разговор с того, что это вопрос не только бизнеса, а он вообще очень большой и комплексный. Вот это какой-то, ну, как вам сказать, какого-то внутреннего, внутрирегионального комфорта и надежности, да, и для жизни, и для работы. Ну, с одной стороны, хорошо, потому что, объективно, смотрю, с соседними областями, зарплата у нас выше, да, и люди хотят больше денег. А с другой стороны, ну, с точки зрения бизнеса, это выше издержки, хуже конкурентоспособность. Ну, тут взаймовязные, конечно, вопросы. То есть, где-то должен в конце концов установиться определенный баланс. Но сегодня есть состязание, да, за работника, оно есть, стимулирует рост заработной платы. Вот, но в какой-то мере и создает трудности для предприятия, безусловно. Потому что, если мы берем промышленные предприятия, это все равно какая-то адаптация человека на новом месте, да, это там определенный процесс обучения, да. То есть, затрачиваешь какие-то силы, время, средства, а потом человек уходит на другое место работы, да, там, ну, такое тоже бывает. А скажите, важный был у нас в июле визит. Максим Решетников приезжал, и федеральный министр, он сказал, что регион является флагманом структурной перестройки российской экономики. Ну, что он имел в виду, с одной стороны, а с другой стороны, больше хочется узнать, как удалось с ним пообщаться. Ну, вы знаете, общение прошло-то достаточно интересно и, на мой взгляд, конструктивно. Мы обсуждали вопросы, которые, ну, посетили ряд предприятий, во-первых, в том числе те, которые сегодня реализуют проекты в особой экономической зоне. Потому что мне кажется, что руководителю федерального уровня всегда интересно посмотреть, как это работает не на бумаге, а живьем, да, условно говоря. Потому что одно дело рассказывать там об особой экономической зоне, другое дело приехать и посмотреть, как она функционирует, какие проекты там сегодня реализованы, какие реализуются и так дальше. И мне кажется, что осталось такое достаточно хорошее впечатление. Это первый момент. Второй момент. Я думаю, что вот то, о чем было сказано, оно, ну, как вам сказать, если так пофилософствовать немножко, мы же все говорим про русскую душу, да. Вот, поэтому мы, наверное, как сказать, с точки зрения работы, мы взяли по большому счету максимально все те рекомендации, все те инструменты, которые сегодня есть на федеральном уровне, да, с точки зрения организации работы с бизнесом. Региональный стандарт инвестиционный, внедрение его на муниципальном уровне, использование всех мер поддержек, которые идут по линии фонда развития промышленности, да, специальные инвестиционные контракты и так далее и тому подобное. То есть все то меню идей и мер поддержек, да, которые сегодня внедрены на федеральном уровне, мы фактически их приземлили в Тульской области и, как мне кажется, сумели качественно это сделать, да. Это же всегда много значит, да, потому как можно что-то продекларировать, но сделать это в конечном счете плохо, как я иногда говорю, любую идею можно испортить исполнением, да. Вот в данном случае это было сделано. Потом мы фактически имеем здесь у себя много региональных институтов поддержки. Они сегодня функционируют как единый, да, институт развития этой корпорации развития, фонд развития промышленности, фонд поддержки малопредпринимательства и так далее и тому подобное. То есть те инструменты, которые фактически сегодня достаточно неплохо работают на региональном уровне. Про русскую душу, мне кажется, я вспомнил там, когда пытался пофилософствовать. И отношения. Важно отношения. Кроме каких-то инструментов с людьми надо разговаривать, с людьми надо встречаться, понимать какие проблемы. Я в данном случае имею в виду в том числе и инвесторов, да, то есть какие у них проблемы. Понимать, что происходит сейчас, все ли у них нормально. Не во всех вопросах, кстати, региональная власть вот так вот прям реально сходу может помочь, да. Но тем не менее не безразличие, оно формирует взаимоотношения, да, и формирует в какой-то степени такие внутренние обязательства, в том числе бизнеса, довести до конца то, что он начал. Вот мне кажется... Это был мой следующий вопрос, потому что любой инвестор, он все равно хочет поговорить, если опять же посмотреть в глаза первому лицу, да, увидеть, что его поддерживают. Вот сейчас много ездите, много общаетесь. Наверняка есть и общение и с инвесторами. Вот какое у них настроение? Да вы знаете, я бы сказал, что настроение такое бодрое и рабочее. Мы все обсуждаем там трудности, кстати... Кстати говоря, после питерского форума со многими инвесторами, с кем мы подписывали соглашение, ну потому что все-таки, ну дай так, по честности, да, вот все, что я подписывал на форуме, это так, был результат командной работы, да, еще при губернаторе Дзюмени, при первом заместителе, который курировал Вячеслав Андреевич, тогда и экономику и так далее, там подобное. Поэтому, понятное дело, что это было воплощение всей той работы, которую мы делали до этого, да, просто так, ну не карта, так легла ситуация, да, что вот подписантом со стороны региона оказался в этот момент времени я, ну так, если говорить по честности и объективно, да. Вот, но вместе с тем мы практически со многими инвесторами встретились потом кабинетно, то есть где-то мы встретились на площадке, где-то мы встретились в кабинете, обсудили дальнейшие планы, еще раз это подтвердили. Я хочу сказать, что настроение в целом, вот оно действительно такое бодрое, рабочее и с намерением все эти в эти проекты в действительности входить и так дальше. У нас задача всегда, в принципе, была не создавать бумажных проектов. Вот, мне кажется, что нам это вот во многом удалось на территории Тульской области, и когда мы называем большое количество проектов, большое количество миллиардов рублей, которые будут вкладываться в реализацию этих проектов, это правда. Чуть-чуть вернусь к визиту Максима Решетникова. Говорили о том, что есть планы по расширению особой экономической зоны. Ну, есть у нас такие намерения, действительно, и с рядом компанией мы обсуждали такую потребность, с министром федеральным мы, соответственно, это тоже обсудили. Сейчас вот в такой, в рабочей фазе находимся, планируем, что все-таки, да, действительно, экономическую зону будем продолжать развивать. Инвесторы туда по-прежнему стремятся. Вот, я напомню, что кроме особой экономической зоны у нас есть еще ряд территорий с преференциями, это там территория опережающего развития в Олексине, в Ефремове, поэтому они сегодня функционируют тоже достаточно успешно. Поэтому, скорее всего, да, мы дойдем до того, что зону расширим. Я надеюсь, что федеральные коллеги нас в этом поддержат. То, что находится рядом с зоной, мы уже поговорили, это автомобильный завод Хавал. Да, мы все видим много машин, популярная марка, мы видим и цифры, да, с точки зрения, а вот китайский завод, он же закрыт, а сами китайцы, они довольны? В качестве ответа на вопрос я могу сказать так, что есть внешние факторы, которые говорят о том, что предприятия работают уверенно. Первое, это расширение объемов выпуска продукции. Второе, это расширение линейки. И третье, это продолжение локализации производства здесь, на территории Тульской области. Я думаю, что вот все три эти фактора, они суммарно говорят о том, что компания чувствует себя достаточно уверенно и намерена дальше развиваться. Если вот чуть-чуть конкретики, Эвка планировала вложить 20 миллиардов в производство шоколада в Тульской области? Мы Эвка ждали давно, на самом деле, то есть, вот ожидания, что компания рано или поздно окажется на территории Тульской области, вот они были, они были, правда, связаны больше с переработкой там масличных культур, вот, но, тем не менее, почему нет, достаточно хорошая история, большие инвестиции, порядка 20 миллиардов рублей. Мы с компанией потом встречались в очном порядке, кроме того, что мы встречались на форме, компания, да, подтвердила свои намерения. Это, кстати говоря, может быть, знаете, когда рассуждаешь про шоколад и рассуждаешь про оборонку, шоколад может казаться не очень там серьезной историей, да, но с точки зрения вложения это достаточно большие деньги, раз. И второе, это то, что сегодня нужно рынку в России, поэтому это как раз тот самый продукт, который необходим, та же самая шоколадная глазурь и так далее. Ну вот вы уже говорили, опять же, тоже о лимонной кислоте, то есть сейчас многие инвесторы вкладывают в то, что мы раньше не производили, да, и чего лишились, ну, из-за определенных моментов. Это же, я скажу банальные вещи, но трудности, они же всегда порождают возможности определенные, да, иногда это было где-то проще купить у заграничного партнера, чем строить завод здесь. Да, сегодня, когда мы столкнулись с теми обстоятельствами, в которых нас эти вчерашние партнеры поставили, мы, понятное дело, вынуждены искать выход из создавшегося положения. Ну и хорошо, что мы его находим в конечном итоге. Скажите, вот тут, когда разговариваешь сейчас с капитанами нашего бизнеса, да, кадровый вопрос, наверное, самый важный, и сразу становится вопрос там с развитием наших вузов. У нас была анонсирована история с оборонным кампусом, с развитием вузов, и многие, ну, есть такое опасение, что часть проектов может, как это модно у нас сейчас, сдвинуться вправо. Ну, да, с этой точки зрения мы работу с федеральными коллегами продолжаем. У нас концепция реализации этого проекта, она предполагала фактически участие, ну, по большому счету, нескольких сторон в этом процессе, самих вузов, оборонно-промышленных предприятий, правительства региона и федеральных коллег. Да, что важно, что вузы сегодня готовы, документарную работу мы на сегодняшний момент времени ведем, ведем подготовку заявки. Вот, это первое. Второе, в рамках переговоров наши крупнейшие оборонно-промышленные холдинги подтвердили свою готовность участвовать в этом проекте, ну, а дальше, соответственно, будем с федеральными коллегами эту историю дорабатывать. То есть на сегодняшний момент времени вопрос на повестке дня по-прежнему стоит. Если перейти к той отрасли, которую вы знаете изнутри, в которой работали долгое время министром, агропромышленный комплекс, он как сейчас ощущает себя и какие точки развития там могут быть в ближайшее время? АПК, он всегда находится у нас в такой, знаете, в колебательном состоянии, потому что ценовая конъюнктура, она бывает достаточно разная, но, тем не менее, компания-то у нас достаточно неплохо сегодня двигается вперед, и это там произошло не прямо сегодня, да, и до этого момента времени, я могу сказать так, что так мы вот поглубже посмотрели, но если обернуться на там 10-12 лет назад, то фактически мы придем к чему? Мы сейчас втрое больше производим зерна, вот это в реальности как бы те цифры, да, вот мы меньше миллиона тонн производили в 2011 году, ну просто для понимания, да, мы за эти годы, наверное, где-то раз в пять, в шесть увеличили объемы производства картофеля в организованных формах хозяйственных, почему об этом говорю, раньше, помните, считали и личные подсобные хозяйства, ну таким... Виртуальные немножко цифры были, сколько там надо... Неведомым, да, там способом, откуда эти цифры вдруг падали, потом там статистической отчетности и все прочее, вот, нет, ну наверняка какая-то была формула досчета, но, тем не менее, всегда это вызывало определенные сомнения. Сегодня мы смотрим ровно ту продукцию, которая произведена там сельхозорганизацией или фермерскими хозяйствами, поэтому здесь у нас достаточно большой рост, и мы в действительности относительно по территории небольшая Тульская область занимаем второе место по производству второго хлеба в Российской Федерации. Вот, мы научились выращивать сою, мы научились выращивать рапс за эти годы, потому что эти культуры у нас возделывались достаточно мало, на сегодняшний момент времени по производству рапса мы тоже имеем достаточно неплохие в Центральном Федеральном и в Российской Федерации показатели, но этому, конечно, способствует развитие отрасли переработки. То есть у нас есть на этом мощности, реализуются и сейчас проекты, которые способствуют дальнейшему расширению возделывания этой культуры, но это даже не вопрос соревнований, это то, к чему мы пришли на сегодняшний момент времени. У нас подбирается площадь посевная уже под миллион гектаров, вот как задачу мы ее для себя ставим. Мы добирались по сбору зерна где-то, по-моему, под 2,8 миллиона тонн, поэтому 3 миллиона тонн. Для нас, я так думаю, что в обозримом будущем это вполне такая реальная история. Мы фактически сегодня добились, не вспомню, врать не буду сейчас, там цифры по производству мяса и все прочее в этом роде, но мы на сегодняшний день, опять же, регион с развитым мясным животноводством. Это касается и мяса птицы, это касается мяса свинины, и это касается говядины. Ну, убой говядины у нас, правда, весь уезжает в Брянск, скот, поэтому туда в статистику... Там отчетность туда идет, да? Да, но тем не менее у нас большое поголовье мясного скота, и мы понимаем, что проект в целом он начинается здесь и все прочее в этом роде. Мы не достигли каких-то грандиозных успехов в производстве молока, у нас есть предприятия, которые издавна этим занимаются и сегодня занимаются этим гораздо более профессионально, чем это делали вчера. Но, тем не менее, вот сказать, что мы куда-то рванули по молоку, конечно, нет. Но, может быть, этого и не нужно, да? Нужно использовать, наверное, тот ресурс и его развивать, который на сегодняшний день нам удается. Ну и плюс у нас, конечно, перерабатывающие мощности тоже постепенно создаются. Во-первых, наши многие крупные хозяйства построили элеваторы. Это, понятное дело, не переработка, но, тем не менее, это возможность длительного хранения без потери качества того урожая, который получен. Это картофельохранилище абсолютно современное на сегодняшний момент времени, которое позволяет хранить картофель. Это завод по переработке картофеля, это заводы по переработке масла. Впереди ряд других проектов по переработке. Не самые мы яблочные, но умеем делать хорошие яблоки. Планируем закладку садов суперинтенсивного типа в Куркинском районе и так далее. То есть движемся в этом направлении достаточно неплохо. А крупные компании, они в действительности сегодня приходят к тому, что фактически нужно уходить где-то и в добавленную стоимость. Когда ты очень много производишь первичного продукта, ты все время зависишь от ситуации на рынке. От цены, от сбыта, да. А так у тебя, соответственно, появляется возможность балансировать на рынке более успешно. Цветочный бизнес, опять же, развивается. Если поехать и посмотреть, это же звучит вроде цветы. Но на самом деле это серьезная технология производства, это серьезные вопросы ухода и это серьезные масштабы на самом деле. Поэтому в целом АПК сегодня движется. Ну а если уж так по чиновни, то, на мой взгляд, действительно, нам надо прийти к миллиону гектаров посевной площади и к 3 миллионам тонн зерна. А у нас там есть за счет чего прийти? У нас и сегодня посевная площадь, она год от года колеблется где-то 940-970. Ну то есть мы рядом, да, площадь Пашни в целом, она больше миллиона гектар, да. Ну вот доведем посевную площадь до миллиона. И можно будет сказать, что мы практически в Тульской области в этой части молодцы. Вот сколько себя помню, да, там, в советские времена, там, вот когда, там, нулевые годы работал, Тульская область – зона рискованного земледелия. А мы из этой зоны что, вышли уже, ну, если у нас так все хорошо? Потому что все говорили, что, ну, там, надо желтноводство больше развивать. А тут у нас и картошка, и пшеница. Вот жизнь-то, она меняется, на самом деле, и постепенно идет. Мы сейчас, наверное, реже используем просто это словосочетание, да. У нас так, если взять область в целом, то, ну, по большому счету, она делится как бы на две части, да. Южная часть, там, туда, в одну сторону, в сторону Ефремова – это, там, черноземные земли, там, и не черноземные земли во второй части. Если взять старт пылевых работ, то у нас в Ефремове, они, например, начинаются или в Каменском районе на две недели раньше, чем в Олексинском, да. То есть, есть вот такой вот временной разрыв, что сев, что уборка урожая и так дальше. Вроде бы в пределах одной области, но тем не менее. Это первый момент. Вот эти вот нюансы, они остались, поскольку они обусловлены погодой. С точки зрения возделывания сельскохозяйственных культур и мир и страна в этой части, они продвинулись все равно вперед, да. Устойчивые сорта, соответствующие технологии формирования урожая, его сбережения и так далее, и так далее, сегодня позволяют достаточно успешно работать. Если мы с вами урожайность в ведущих предприятиях сравним, например, на севере региона и на юге, то иногда можем быть удивлены тому, что урожай это, собственно, сопоставимо. Интересно. Важный вопрос и для области, и думаю, что и для вас. Вы стали председателем комиссии Госсовета по физической культуре и спорту. Прошло заседание в Туле. Какие цели ставите? Вы знаете, на самом деле, основная задача комиссии Госсовета по спорту заключается в том, чтобы собрать слово так себе, наверное, как-то, но аккумулировать, тем не менее, те предложения и те проблемы, которые сегодня есть в субъектах федерации с точки зрения развития физкультуры и спорта, и подготовить предложения уже для Совета при президенте по спорту, для того, чтобы принимать конкретные решения, для того, чтобы влиять на формирование программы. Она у нас будет отдельная, я напомню, федеральная программа по развитию физкультуры и спорта. И сегодня мы все с вами прекрасно знаем, огромное количество объектов построено в Тульской области. Сегодня их порядка 200 объектов спорта. Но, тем не менее, до сих пор востребованность, она высокая. Что люди хотят? Они хотят открытые площадки, чтобы помимо ФОКов были еще там... Почему мы вернулись к старым советским стадионам? Помните то, о чем я уже говорил, о том, что, оказывается, есть такой достаточно серьезный запрос. Ну, во-первых, это объекты, которые простаивают или полузаброшены, они всегда вызывают гнетущее впечатление, там, какого-то упадка, это раз. Но, во-вторых, есть реальный запрос от людей, чтобы эти площадки работали. Есть запрос дальнейший на строительство ФОКов, есть дальнейший запрос на строительство бассейнов. Их все равно не хватает. То есть сегодня вовлеченность людей разных возрастов в физкультуру и спорт становится все больше и больше. Поэтому основная задача, конечно, заключается в том, чтобы максимально равномерно развивать эту инфраструктуру и создавать все условия. Ну и плюс, вот один из важных вопросов, который мы обсуждали, ну, в рамках данного заседания, да, он как раз касался, по сути дела, реабилитации участников специальной военной операции с использованием средств адаптивной физкультуры и спорта. Мне кажется, это крайне важная история. У нас много объектов, которые сегодня, спортивных объектов в Тульской области, которые сегодня адаптированы для занятий спортом людьми с ограниченными возможностями, да. Но, тем не менее, это же всегда по-разному в разных регионах, это раз. Второе, все равно нужна какая-то стандартизация. А кто будет заниматься, да, то есть это тренер должен иметь специальные навыки, там, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь большая, там, такая системная работа должна быть в этой части проведена, чтобы ребята, которые будут возвращаться, при желании просто заниматься ли физкультурой, либо уходить в профессиональный, на самом деле, спорт, да, там, ну, например, в следж-хоккей, чтобы для этого были созданы везде условия. Плюс касались вопросов нормативного регулирования, в принципе, вообще деятельности федерации, потому что на сегодняшний момент времени, к удивлению, федерации много. И вот до конца это все не интегрировано друг в друга на сегодняшний момент времени и создает, ну, если не хаос, то, как сказать, не создает полновесной ясной картины, а что же у нас на самом деле происходит в развитии физкультуры и спорта. Вроде мы все отчитываемся высокими цифрами вовлеченности в занятия физкультуры и спорта, но, тем не менее, в этой части тоже нужно наводить порядок. Сегодня на, не то, что на злобу дня, но сегодня есть реальный запрос заниматься физкультурой и спортом. И, конечно, есть большой запрос на те площадки, которые находились бы где-то рядом с местом жительства. Ну, пусть не в конкретном дворе, да, но, тем не менее, в какой-то общей доступности. У нас таких тоже объектов создано достаточно много, но, если так посмотреть, обращение людей, в том числе коллективное, запрос по-прежнему велик. Есть куда развиваться. Есть куда развиваться. Ну, на самом деле, действительно, много и сделано уже. И тут тогда следующий вопрос. Есть еще профессиональный спорт, а это как раз вот, если вернуться к тому, что интервью выдаете бизнес-журналу, это деньги. А как вы к этому относитесь? Ведь подходов много разных. У нас есть профессиональные команды, хоккей, футбол, волейбол. А в каких-то регионах говорят, слушайте, профессиональные команды не очень нужны, будем заниматься только любительским спортом. В каких-то регионах, наоборот, это культивируется, как вершина спорта, чтобы у людей было куда стремиться. Я ближе ко второй точке зрения. Давайте возьмем наш спорт сегодня. Его так же, как и бизнес, как и в целом страну поставили в жесткие условия, в тяжелые условия. Ограничение участия в международных соревнованиях и так далее. Есть определенные нюансы, где по отдельным видам спорта эти ограничения поменьше в отдельно взятых турнирах. Но, тем не менее, сегодня наши спортсмены, имеющие возможность продемонстрировать себя на международной арене, имеющие возможность там побеждать, сегодня во многом лишены такой возможности. Поэтому, но, тем не менее, стремление человека, конечно, ограничивать нельзя. И профессиональный спорт, он тоже должен, безусловно, развиваться. Он движется по жизни, и если у него есть задатки, он, конечно, должен иметь их возможность реализовать. Да, непростой вопрос финансирования профессиональных клубов. Это всегда бывает сложно. Это, как правило, внебюджетные источники. Это, как правило, спонсорские пакеты и все прочее в этом роде. Но, тем не менее, не делать этого нельзя. Это же и имидж, в конечном счете, отдельно взятого региона, и имидж страны в целом. Спорт, он всегда, может быть, не очень аккуратно скажу, но не имею в виду ничего плохого. Когда спортсмен на международной арене восходит на пьедестал, поднимается государственный флаг Российской Федерации и звучит гимн Российской Федерации. И это здорово. Дмитрий Славович, смотрите, мы уже говорили, что у вас достаточно такой большой путь к нынешней должности, к нынешнему статусу. Сейчас вы формируете уже свою команду, а принципы управления, принципы работы Дмитрия Миляева? Я уже как-то говорил, что меня, наверное, более всего угнетает безразличие. Это отсутствие стремления решить возникшую проблему. Это мне трудно дается пережить. А часто встречаетесь с этим безразличием? Ну, бывает, случается. Не могу сказать, что часто, но тем не менее. Ну, то есть, во всяком случае, это должна быть вовлеченность, давайте не от плохого, а к хорошему. Да, любой сотрудник правительства, особенно если это министр, руководитель комитета, заместитель председателя правительства, заместитель губернатора, он должен быть вовлечен в ту работу, которую он делает. И он должен быть заинтересован в том, чтобы делать ее максимально добросовестно и хорошо. Работаем мы в конечном счете, абсолютно без пафоса говорю, для людей. Значит, нужно стремиться решать те проблемы, которые сегодня есть у людей, с которыми они к нам обращаются. Понятное дело, есть там бюджетные ограничения, юридические ограничения, целая куча вещей, которые объективно могут не решить в моменте проблему, либо она совсем какая-то тупиковая. Но вместе с тем стремиться к этому нужно. Нужно стремиться к поиску решений. Это первое, вовлеченность, назовем это так. Ну и, соответственно, честность, то есть человек должен выполнять свою работу честно и, опять же, добросовестно. Вот, наверное, базовые принципы достаточно простые, которые я называю на сегодняшний момент времени. Вот как-то так. Дмитрий Вячеславович, по одному из высших образований вы историк. И не можете не знать различные исторические лозунги. Экономика должна быть экономной, даешь пятилетку за четыре года. А вот для себя сформулировали, ну, может быть, для себя, для своей работы. Какой должен быть лозунг? Мы его где-то видели. Двигаться вперед, сохраняя лучшее. Хороший лозунг. Вам большое спасибо. Спасибо вам.